всем привет меня зовут александр бугунов и сегодня мы с вами посетим новый город зарайск город который вместил себя древнерусскую историю культуру и одновременно современные улицы так что пойдемте со мной я вам покажу много интересного внимание пассажирам прибывает скорый поезд москва-зарайск да хотелось бы это услышать но в 1969 году станция была закрыта для пассажиров а то что когда-то она функционировала нам говорит мемориал ведь в 1877 году федор михалыч достоевский прибыл сюда для того чтобы разместиться в своем имени или усадьбе как вам больше нравится ну что друзья что хочется сказать шпалы есть рельсы есть здание ж.д. вокзала есть а поездов нет мне кажется что надо что-то исправлять на данный момент добраться до зарайска можно двумя способом первое это общественным транспортом ну конечно же автомобили если выбираете общественный транспорт то придется делать пересадку либо добираясь ж.д. транспортом до станции луховицы либо до станции галутвин и оттуда уже или автобус или такси так что друзья выбирайте пути маршруты а если вы хотите гарантированно забронировать билеты и добраться до пункта назначения я рекомендую вам ж.д.билеты.сайт ну что друзья наконец-таки мы с вами добрались до сердца города зарайска зарайский кремль действительно прекрасное фундаментальное строение основано в 1528-1531 годах по указу князя василия третьего и сохранился до наших дней в первозданном его виде я предлагаю пройти вовнутрь посмотреть что там интересного может быть что-то таинственного поэтому я уже спешу туда вот мы зашли через центральные ворота зарайского кремля которые остались позади меня и я вам скажу здесь такая красота ребят друзья буду говорить тихо потому что вы прекрасно слышите какая тишина и атмосфера царит вокруг я думаю что гуляя по зарайскому кремлю каждый найдет для себя занятие кто-то может посетить собор ивана предтечи или никольский собор ну а я выбрал отдохнуть от жаркого полуденного солнца в тени деревьев и на лавочке поэтому немножко посижу отдохну пойду дальше поснимаю вам что-нибудь еще интересное кстати ты представляешь вот оказывается 1610 году воеводы зарайского кремля был назначен дмитрий пожарский и вот это вот ощущение что ты ходишь по той земле по той территории где был сам дмитрий пожарский на самом деле стоит так окунуться прочувствовать это все и по насладиться а за моей спиной находится государственный музей-заповедник зарайский кремль и самым главным его экспонатом является фигурка мамонта которая выполнена из бивня мамонта и датируется она ориентировочно 20 тысяч лет до нашей эры вообще проведенные археологические раскопки вдоль стен зарайского кремля говорят о том что в эти даты здесь располагалось довольно таки большое количество стоянок людей которые охотились на мамонтов добывали их и использовали бивни в качестве орудий труда быта так что обязательно зайдите посмотрите прогуливаясь по зарайскому кремлю можно встретить евгений евгений расскажи пожалуйста нам что это такое для чего она использовалась это у нас примитивная сама установка собраны буквально из подручных средств здесь и полностью натуральные материалы и по визуал можно уже понятно для чего она используется у нас есть загадочный кожаный мешок сейчас современном мире название его все забывают оказывается это всего лишь меха да и мы меха оказывается все знаем название а вот когда виду видят вот так вот прохожие они а что это такое вот кожаный мешок который может дуть от меха конструкция на которой все это прикреплено мы можем назвать козлы то есть какая-то подставка сделана просто для удобства чтобы я мог работать на уровне пояса да то место где горит это у нас по сути дела глина до который не дает рассыпаться углю ну кирпич это тоже глина да если кто не помнит соответственно кирпич я просто для экономии глины использую и меха дуют через специальное отверстие его называют как бы сопло это через что дует да он может быть керамический металлический и где рассеивается воздух это колосник да и у нас воздух рассеиваться по углю по горячему и образуется для чего вообще это используется как в походных условиях или да это у нас конструкция разборная то есть это считается какая-то полевая или походная кузница то есть мы можем с обозом перемещаться что-то сломалось быстренько организовали себе мастерскую погрели постучали отремонтировались поехали дальше пока металл не остыл его надо в кратчайшие сроки обработать он будет сейчас очень быстро остывать поэтому мы берем уверенными движениями создаем необходимую форму а и Субтитры сделал DimaTorzok В таком графике посетители Зары из Кремля могут вас встретить, посмотреть, попробовать, ознакомиться Работа в музее у меня в рамках исторического выходного чаще всего меня можно встретить в субботу-воскресенье Сейчас до трех я точно работаю До этого я выставляю кузницу, после этого собираю после четырех, после пяти А сейчас до трех у меня самый горячий огонь, у меня много сил, я спокойно могу всех проконсультировать и помочь поработать А шашлыки можно здесь пожарить? Шашлыки тоже можно пожарить? На этом угле можно, если бы у меня был каменный, я бы не рекомендовал Ты говоришь, Евгений, спасибо вам большое, желаю вам удачи, побольше клиентов, побольше хорошего настроения Ну а после посещения Зарайского Кремля, я приглашаю вас пройти, посмотреть водонапорную башню И, кстати говоря, дорога к ней довольно-таки красивая, отреставрированная Такое ощущение, что маленькая Москва Пойдемте Ну что, наконец-таки мы с вами дошли до самого интересного архитектурного памятника 20 века Водонапорной башни в Зарайске В настоящее время она не работает, как водонапорная башня Но на нее можно пройти, подняться наверх и обзорно посмотреть на весь город Пойдемте быстрее Нам удалось зайти в нее Здесь очень хорошо, прохладно, особенно после жары Главное быть аккуратным Пригибать голову, а иначе можно куда-то поехать Алексей, Алексей сейчас тоже идет спотыкается Потому что, в отличие от меня, я могу посмотреть А он снимает Вот как раз-таки то, о чем я и говорил Будьте аккуратны Ух ты, ребята Честно скажу, мне даже не жалко испачкаться Представляете, вот так вот, где-нибудь Дома вот так, раз Можно взять книжечку, почитать, отдохнуть, посмотреть в окошко Ну, отдохнули, правда, немножко, но пошли дальше Ну что, я вам скажу, ребят Это было непросто, но мы это сделали И награда за это Отличный, прекрасный вид на город Зарайск Может на пляж Ну там вот, там купаются, кажется Пойдем, а, здесь жарко У меня нет крема от загара Ну что, 15 минут пешком от улицы Советской И мы находимся на лодочной станции Справа прекрасная река Осетр И здесь можно взять лодочку покататься Можно взять катамаран или саборт Где мои 15 лет, и я бы уже давно купался Поэтому остается мне только позагорать И наслаждаться прекрасным видом В Зарайске по набережной можно не только гулять И загорать А также можно заниматься активными видами спорта Такими как саборт, катамараны Взять на прокат лодку А также за моей спиной есть волейбольная площадка И баскетбольная Так что будьте в спорте И будьте за спорт Ну что, на той же самой улице Советской Мы можем видеть современных представителей купечества и гильдий Ну а на самом деле за ними мы видим строение Которое действительно было в то время Где купцы Особенно вечером поджигали свои лучинки И считали денежки Я думаю, что немножечко, конечно, было бы покрасивее Если бы это имело другой формат Ну пойдемте прогуляемся Посмотрим, что еще у нас есть здесь Ну а перекусить заразьки можно заразькой ковришкой Но многие почему-то считают, что это ковры заразьки Пойдемте посмотрим Кстати, некоторые в очереди за ковришкой Любят и полежать Спасибо большое До свидания Ну что, вот она та самая ковришечка Как говорится, с ту жару Будем пробовать Ну, в общем, вы все поняли Вот так мы видим продолжение бывших торговых рядов Ну а в настоящее время здесь располагается автовокзал С которого можно уехать близлежащие города и поселки Сегодня мы с вами посетили прекрасный город Зарайск Мы побывали в Кремле, который сохранился в своем первозданном виде до сегодняшних дней Мы погуляли по современной улице Советской, которая расположена в центре самого города Поднялись на самый верх водонапорной башни Поели вкусных коврижек Погуляли по пляжу И в заключение я хотел бы вам рекомендовать место Это усадьба Доровое, где Федор Михайлович Достоевский проводил свои детские годы Стоит отметить, что в последний раз он здесь был Это перед тем, как начал писать братья Карамазовы Друзья, путешествуйте, исследуйте И наслаждайтесь Соприкосновение с природой И самое последнее слово всякого прогресса Науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной мины Писал Федор Михайлович Достоевский П Rakowski Ну чтож, ну чтож Ну щт понравили Ну что так Ну что Ну надо покушать И действительно Ну о пост Ну что Так, ну Занудно Еще раз Ну оп13 Ну что друзья Ну что Ну что Ну что Ну собственно Что сказать Я просто не взял с собой плавки Продолжение следует...